Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео с вами я, ваш Киевич Анна. И сегодня мы говорим на такую тему, как подкормка томатов в августе. И традиционно в конце видео я показываю и называю три полюбившихся сорта томата, которые в этом году показывают хороший урожай. Перед тем, как мы непосредственно перейдем к теме видео о подкормке томатов, необходимо также вспомнить о том, что август это определенный месяц, который требует особых уходовых процедур в теплице за растениями. В частности, необходимо обязательно пройти удалить лишнюю листву по мере того, как будет воспевать нижняя кистья томатов. Удалять будем листву не больше за 2-3 листа за один подход. Также необходимо посмотреть, чтобы не было никаких лишних порослей снизу и также сформированных свежих побегов боковых сверху, поскольку это все будет оттягивать питание наших растений на себя, таким образом отодвигая процесс воспевания томатов. И самая важная уходовая процедура, которая требует формировки, это прищипывание макушки. Поскольку от момента завязывания томата до момента его начала созревания проходит в среднем около 6 недель, по сути полтора месяца. Соответственно, если у нас теплица находится в умеренном поясе, то перепады температур на улице будут провоцировать развитие грибных заболеваний. И те томаты, которые будут дальше свести и завязываться, они просто не успеют созреть. Поэтому о прищипывании макушки стоит позаботиться уже в августе месяце. А теперь перейдем непосредственно к подкормкам томатов. Необходимо понимать и помнить о том, что томаты, которые уже вступили в фазу активного воззревания плодов, не нуждаются в большом количестве азота. Поэтому, когда мы подбираем удобрения, которые будем вносить под наши растения, мы обязательно смотрим на содержание азота и предпочтительно без него или с минимальным его содержанием. Как правило, в августе месяца растения томатов уже накопили достаточное количество питательных веществ в листве. И для того, чтобы помочь нашим растениям эти питательные вещества доставить непосредственно в плоды, для равномерного их наливания, созревания, необходимо грамотно подкармливать. С этой целью предпочтительно выбирать калийные и кальцевые подкормки, которые лучше не совмещать, а чередовать. Условно, раз в 5-7 дней ведем калийную подкормку и раз в 5-7 следующих дней ведем кальцию подкормку. За сезон август-начало сентября допускается проведение до 6 таких подкормок. В качестве минеральных удобрений, содержащих в достаточном количестве калий, которые так необходимы для оттока органических веществ из листовых плодов, подойдут сульфат калия и лимонофосфат калия. Обязательно не разводим большое количество данных соединений, а берем в среднем 10 грамм на 10 литров воды и введем подкормку по корню. То же самое касается и кальция, содержащего минеральное удобрение. Идеальным в данном случае считается кальцинит или кальцевая селитра, которые хорошо растворяются в воде из расчета также 10 грамм на 10 литров воды и также введем подкормку по корню. Если вы приверженец органического земледелия, то традиционно можете воспользоваться листовой или корневой подкормкой с использованием золы. Например, растворить один стакан золы в 10 литрах воды и работать данным соединением как по корню, так и по листу. Ввиду того, что август месяц является уже тем периодом, когда начинаются перепады температур, то подобные подкормки, обработки по листу, также любые профилактические обработки лучше делать в утренние часы или в вечерние часы. И минимум за 3-4 часа до того, как сядет солнце, чтобы листовые поверхности, корневая система поверхностная и также поверхностные слои почвы, они все-таки успели проветриться, испарить лишнюю влагу, чтобы не было никаких провокаций по развитию грибных заболеваний. Как обещала, в конце видео называю два новых сорта и показываю третий сорт, который вам уже известен. Начну с новых сортов, которые не озвучивала ранее. Первый сорт это сорт томатов итальянские спагетти, достаточно высокие растения, достаточно обильное плодоношение, равномерное завязывание, равномерное возревание. Плоды традиционные, пальчиковидные формы, мясистые внутри. По окраске данный сорт томатов итальянские спагетти приятно розового цвета. Второй сорт томатов, который я хотела бы отметить, называется золотая канарейка. Этот сорт томатов уже был мною предварительно снят. Это вторая волна плодоношения и созревания, которую вы сейчас видите. По этой причине я могу отметить золотую канарейку как урожайный сорт томатов, наряду со всеми сортами, представленными в моей теплице. Как вы видите, томаты небольшие, круглые, приятного интенсивно желтого цвета. И в конце видео хотелось бы вам показать, как созревает уже наверняка многим полюбившийся сорт американской селекции Бари Крэйзи Черри или сумасшедшие вишни Бари, которые возревают не малиновым красным цветом, как я ошибочно упомянула в предыдущем видео, а возревают таким нежно-матово-белесовым желтоватым цветом. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале Процветок. Спасибо вам за подписки и лайки. До новых встреч!